Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор 16 главы этой книги. В этой главе всего 22 стиха. В этой главе приводится начало ответа Иова на речь Элифаза, с которой мы ознакомились в предшествовавшей главе. По сути, это вторая часть песни «Плача», в которой Иов оплакивал себя, и она звучит в той же грустной тональности. Как я объясняю с начала этого цикла по книге Иова, это книга нашего времени. Она объясняет, почему страдает праведный и почему благоденствует нечестивый. Почему Господь посылает зло в этом мире таким явным и тотальным образом. Итак, Иов укоряет друзей в недоброжелательном обхождении, об этом с 1 по 5 стих. Он говорит о своей ситуации как о весьма безнадежной во всех отношениях, об этом 6 по 16 стих. «Иов до сих пор крепко держится своей непорочности, ссылаясь на нее в обращении к праведному суду Бога, чтобы он, Господь, защитил его от несправедливого осуждения со стороны друзей». Об этом 17 стиха по 22 стих. Итак, первый отрывок. «Иов укоряет друзей в недоброжелательном обхождении» с 1 по 5 стих 16 главы книги Иова. «И отвечал Иов и сказал, «Слышал я много такого, жалкие утешители все вы, будет ли конец ветреным словам, и что пробудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей, ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головой моею, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы». Здесь обращает на себя внимание начало этой главы. «И отвечал Иов и сказал». Здесь избыточное одно из слов или отвечал, или сказал. «Иов, когда мы встречаем избыточные слова по правилу христианского экзегета Цезария Артского, мы должны понять, почему так сказано. отвечал Иов из глубины своего страдания, сказал, то есть говорил для назидания всех, которые окажутся в таком же положении». Но здесь он делает очень такой критический перенос на себя. Он предполагает, что, может быть, если бы он был на месте своих друзей, он так же, как и они, утешал бы страждущего. Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, пишет, «Это своеобразный путь именно для нечестивых клеветнически уличать хороших людей в плохих чертах, свойственных им самим, прежде чем хорошие люди справедливо уличат их. Боясь, что их упрекнут за то, что они делают, они спешат свидетельствовать, что праведники, которые терпят их, совершают то же самое. И святые люди слушают терпеливо даже то, что они не помнят, чтобы когда-либо делали, хотя эти неправильные вещи, в которых их обвиняют, они знают, как совершенные самими обвинителями. И когда они не могут исправить их при помощи проповеди, они страдают, принимая на себя их зло, чтобы если они не могут достичь плодов, их преобразование проповедью, они смогли бы, по крайней мере, победить тех самых лиц долготерпения. То, что происходит с Иовом, его обвиняют друзья в том, в чем они сами виновны, по мнению святителя Григория Богослова, это его морали на книгу Иова, это очень характерная ситуация для нашего времени. Каждый проецирует свои пороки и грехи на тех, кого он хочет обвинять. В блаженной памяти Ирии Даниил Сысоев, комментируя пятый стих, давайте вспомним, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Он пишет, вот вы много наговорили общих фраз, он как бы от лица Иова рассуждает, которые совершенно не утешают, как бы говорит Иов. Вы действительно жалкие утешители, не способные ни показать смысл страданий, ни объяснить, почему это произошло. Просто говорите, «Раз ты страдаешь, должен покаяться». Так многие пытаются общими словами отгородиться от чужих страданий, чтобы не пришлось сострадать. Люди могут утешить, но обычно их утешение до сердца не доходит, потому что они жалкие утешители. Они боятся, что к их сердцу прикоснется чужая мука. «А если страдание не касается твоего сердца, то сострадание невозможно. Будут только пустые слова, ветреные, как у друзей Иова. Сострадание – это значит совместное страдание, соучастие в боли другого человека». Конец цитаты. Более того, на современном Западе, особенно в Соединенных Штатах Америки, и, кстати, в других странах мира, как правило, в очень социально крепких, не принято, чтобы даже сосед рассказывал соседу о своих проблемах на работе, в семье, рассказывал о проблемах, связанных со своим нездоровьем. и, более того, в некоторых случаях соседи могут подать в суд на своего соседа, который сказал что-то плохое, потому что они приняли это близко к сердцу и весь день пребывали в таком психологическом шоке. поэтому в каком бы состоянии не был ты, в каком бы состоянии не были твои соседи, ты должен говорить одно и то же «Но проблем, но проблем, все в порядке, все хорошо, нет никаких проблем». То есть общество потребления становится безучастным и неспособным сострадать. И напротив, в странах, где нету такой развитой экономики, люди более сострадательно и внимательно относятся друг к другу и сами спешат поддержать нуждающихся в поддержке. А в противоположность этому ты должен улыбаться, ты должен говорить «Но проблем, даже тогда, когда проблема у тебя очень и даже очень серьезная». Следующий абзац 6 по 16 стих «Он говорит о своей ситуации, как о весьма безнадежной во всех отношениях». Иов продолжает «Говорю ли я, не утоляет скорбь моя, не утоляется, перестаю ли, что отходит от меня». То есть словами, рассуждениями мы не можем остановить ни собственную боль, ни тем более боль другого человека. Здесь требуется какое-то активное соучастие, соучастие на уровне благотворения. Далее Иов рассуждает «Но ныне он, то есть Господь, изнурил меня». И здесь он начинает как бы спорить с Богом «Ты разрушил всю семью мою, ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня, восстают на меня изнеможденность моя, в лицо укоряет меня, гнев его, то есть Господа, терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими, неприятель мой острит на меня глаза свои». То есть Иов очень четко понимает, что ничего не происходит без божественного попущения. И если Господь попустил людям напасть на его семью, на его скот, на его богатство, то это действие божественного гнева. Но божественный гнев – это не человеческий гнев. Это божественное неприятие принимать человека в том состоянии, в каком он есть. И Бог попускает нам иметь трудности с единственной целью, чтобы нас усовершенствовать. 10 стих и ниже. «Разинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам», то есть те, которых побудил гнев Божий. «Все сговорились против меня» – он чувствует заговор даже в своих друзьях, которые пришли утешать его. «Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня». Особенно когда идут военные конфликты, одна страна нападает на другую, начинаются взаимные обвинения, но более правильно люди должны задаться вопросом, а почему Бог все это попустил? Бог, творение которого все весьма хорошо, как сказано в Библии. Скорее всего, это связано с тем, что нам необходима встряска, потому что мы слишком расслабились, мы слишком перестали ценить то, что имеем, и нам нужна встряска, чтобы мы поняли, насколько все зыбко и непредсказуемо. «Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивых бросил меня, я был спокоен, но он, то есть Бог, потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя». Конечно, это нельзя понимать буквально, то есть Бог попустил, что вот эта болезнь, как страшные побои, обрушилась на тело Иова. окружили меня стрельцы его, как будто Бог расставил стрельцов из лука, которые стреляют и жалют его тело. Он, то есть Бог, рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою, пробивает во мне пролом за проломом, пролом за проломом обычно так штургуются крепости, сначала разбивает один пролом, потом другой, и Иов так переживает свою трагедию, сначала утрата семьи, потом утрата собственного здоровья и так далее. «Пробивает мне пролом за проломом, бежит на меня, как ротоборец». Вот так Иов воспринимает Бога в его гневе, который бежит на него с наказаниями. «Вретище шил я на кожу мою и в прах положил голову мою, лицо мое, пом багровела от плача и на веждах моих тень смерти». Блаженной памяти Ирей Даниил Сосоев пишет, комментируя 16 стих, давайте его прочитаем, «Лицо мое побагровела от плача и на веждах моих тень смерти». То есть Иов как бы говорит, что я выплакал все слезы, у меня уже нету ни терпения, ни вопля, ни плача, только тень приближающейся смерти». И отец Даниил пишет, «Мы знаем, был случай, когда некто, некто с большой буквы, ощутил на себе предельный гнев Бога. Кто ощутил самый предельный гнев Бога на себе, это Христос, когда был на кресте. Он испил чашу гнева Божия до дна, как уже говорилось, Иов отчасти подражает Христу, он является предвестием Его, он чувствует на себе гнев Божий, который обрушился на грешников, а он невинный его принимает. Конец цитаты. Очень правильно в блаженной памяти Ирея Даниила Сосоев проводит параллель между Христом и Иовом. Иов это невинный страдалец, и Христос невинный страдалец. И когда Иов восклицает, что Бог объявил ему войну, это напоминает восклицание Христа на кресте, когда он вопиет «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» Ощущает трагизм богооставленности. И сейчас вот такую же богооставленность ощущают многие люди. В Африке, где проблема с водой, с продуктами, питанием, на Ближнем Востоке, где не прекращаются конфликты, на Дальнем Востоке, где социальные потрясения, в Европе, даже в благодушной Америке, везде человек чувствует себя незащищенным. И далее идет раздел 17 по 22 стих. Здесь Иов до сих пор продолжает держаться своей непорочности, ссылаясь на нее в обращении к праведному суду Бога, чтобы он, Господь, защитил его от несправедливого осуждения со стороны друзей. Друзья все время намекают на то, что у Иов есть какие-то грехи, не может быть наказания без вины в их понимании, как часто бывает, что враждующие страны взаимно обвиняют друг друга с помощью фейков в тех и тех преступлениях. Это делается с одной целью, чтобы как бы снять с себя вину за ту агрессию, которую проявляет та или другая сторона. Итак, Иов до сих пор крепко держится своей непорочности, ссылаясь на нее в обращении к праведному суду Бога, чтобы он, Господь, защитил его от несправедливого осуждения со стороны друзей. И мы читаем 17 по 22. «При всем том, что нет хищения в руках моих», здесь Иов говорит, что он никого не ограбил. Так почему же ограбили его? «И молитва моя чиста, он не еретик, он имеет правильное представление о Боге, и во время разных конфликтов мы можем наблюдать православных христиан и по одну сторону, и по другую. Это ортодоксальные христиане, люди одной веры, но почему же зло сталкивает их лбами друг с другом? «Земля», восклицает Иов, «не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему». Здесь он как бы говорит, «мне не надо выпиять, сама кровь моя, она свидетельствует о моих страданиях». Когда человек болеет проказой, то все время нарывы на теле, потом они прорываются гноем и кровью, и тело становится абсолютно обезображенным, и страшный запах гниющего человеческого тела. «И ныне вот на небесах свидетель мой», восклицает Иов. Да, Бог объявил ему войну, как ранее говорил Иов, но Бог и свидетель. «И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое». Здесь Иов говорит о том, что он выстраивает отношения с Богом, минуя претензии своих друзей, их подозрения, их намеки какие-то по поводу Иова. Каждый из них хочет понять, почему это происходит. Но Библия со всей очевидностью устанавливает, что все согрешили, все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного. Поэтому любой человеческий конфликт, столкновение человеческое имеет основание как по одну линию фронта, так и по другую. И то, что Иов восклицает, к Богу слезит око мое. То есть, я к Нему обращаюсь. Да, Он объявил мне войну, да, я пострадал, я потерял семью, я потерял своих детей, но я не перестаю призывать Его во свидетели своей непорочности. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим, то есть, здесь мы видим, что Иов не теряет все-таки ощущение дистанции между собой и Богом, а это дистанции между Творцом и Творением, которые подобны дистанции между горшечником и горшками, которые горшечник сделал. «Ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный». Здесь Иов проявляет крайнюю степень страха, неужели все так и кончится, как бы говорит он. Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский пишет, «Каждая проходящая вещь коротка, даже если она кажется медленной, а на пути к смерти мы действительно уходим и не возвращаемся, и не потому, что мы не будем воскрешены к жизни плоти, а потому, что мы не возвратимся больше к трудам этой земной жизни и к тому, чтобы заслуживать награды от наших трудов». Здесь святитель Григорий обращает внимание на то, что когда человек умирает, он уже ничего не может исправить в своей жизни. Итак, отцы, братья, сестры, мы сегодня сделали обзор 16 главы книги Иова, «Будем живы, Господь позволит», в следующий раз мы будем делать обзор 17 главы этой книги. подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. «Библейский» 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 Продолжение следует...